привет друзья и так я сегодня хотел бы рассказать еще один забавный случай точнее как бы такой ценный опыт или успешное действие вот эта работа в экстремальных условиях то есть это якутск декабрь месяц страшный холод по-моему 2012 год вот я поехал туда на съемки открытия организации там должны были перерезать ленточку и все такое я должен заснять этот торжественный момент вот ну и отправился значит первое впечатление буквально знать когда вы с самолета выходите вот приземлился я по-моему где-то то ли рано-рано утром то ли поздно-поздно вечером в общем была темнотища на улице страшно вот дверь от самолета открываешь и ты как будто бы заходишь и тебя сразу азотом каким-то вот поливает в общем холод такой что вообще то есть три шага делаешь тебя начинает уже все вот так вот стекленеть понимаете вот я вроде бы хорошо оделся там у меня были ботинки там какие-то нордфейсовский американские значит минут при минус 50 можно использовать вот там пуховики себе купил офигенные такой на эти черные такой тоже весь классный и тем не менее я уже чувствовал такую легкую прохладу как ну с точки зрения уже начинал замерзать там такое значит это еще приземляешься на самолете там нет такой же там к тебе там автобус подъехал тебя там взяли а вот просто пешком иди до доворот вот то есть по чистому грубо говоря поле идешь пешком поворотом до ворот вот ворота такие знаете за такой вот слой короче говоря и не на этих воротах и выходит такой здоровый якут значит укутанные значит одежда было это капец как колобок такой вот и такой скрипучий засов открывает такой и начинает народ выпускать выпускает людей значит мы выходим и получается так что ты попадаешь сразу на улицу грубо говоря вот уже город то есть нет такого что там были куда-то ехать или что там аэропорт вот и стоим на улице и ждем минус 40 на улице где-то не меньше да стоим на улице ждем значит когда откроют чемоданы ну то есть когда чемодана может быть получить я звоню этому значит тот кто меня должен был встречать его что-то нету блин елки-моталки посмотрите на улице ладно чемоданы открылись зашли там вовнутрь это все чемоданы получили мне все нормально приехал слава тебе господи этот парень который меня встречал а мы с ним отправились вот поехали и сразу заехали в организацию и я думаю надо как-то снимать будет а как снимать вот если такой мороз как бы камера на но не предназначена по инструкции для в таких условиях чтобы использовалась поэтому я подумал надо будет снимать какими-то урывками наверное думаю раз отснял потом обратно но здесь проблема возникает у тебя целая толпа народу до собралась отовсюду и ты не можешь так знаете как снял и типа подожди сейчас камера отогреется я побегу туда значит в помещении спрячусь там ее буду греть а вы пока постойте на улице вот такого как бы нельзя да соответственно что-то как-то придумывать утеплять эту камеру у меня сначала была идея но просто какими-то тряпками там ее покрыть как бы там чтобы она вот так сказать не за не успела что ли замерзнуть или что но это как-то все равно непрофессионально и как решение нашлось значит очень интересное вот перед ним решением я еще все-таки расскажу этот случай сумасшедший потому что это как бы интересно в общем остановился я на квартире вот на одной жили мы с ребятами и как бы мне попросили ты выйди сейчас открой просто дверь потому что там кодовый замок как бы ну входная дверь да ты открой сейчас машина подъедет там этот айол придет вот и как бы чтобы он мог зайти я что-то как-то без задней мысли а ура на утром человек так вот ну вот я в термобелье в обычном на мне просто термобелье я спускаюсь быстренько значит по коридору и поэтому по личной площадке вниз вот и открываю эту дверь то так сказать которая внутри находится вот там они как бы подъезд когда начинается вот входная дверь и обычно еще вторая дверь бывает да это маленький предбанник вот ну как бы у вас в обычном у них в якутске предбанник он наверное раза в три больше то есть обычного предбанника между входной двери в подъезд и второй двери который тоже идет подъезд и получается так что я эту дверь открываю которая в подъезд вход да сам открываю ее и хочу захожу в предбанник чтобы открыть ту дверь которая на улицу она вот как раз таки кодовая и толкаю Я ее открываю, да, и здесь получается такой момент, то есть происходит обратная тяга, и вот эту дверь, которая вход в подъезд, ее захлапывает, то есть я в одних кальцонах остаюсь вот в этом предбаннике, на улице минус 50 градусов, вы представляете себе, я закрываю эту дверь, а предбанник он никак не отапливается, то есть в предбаннике может минус 45, то есть как в хорошем, так сказать, морозильнике, морозильной камере, не знаю, и вы знаете, что здесь такая возникает как бы паника, у меня особо нет мобильного телефона, чтобы позвонить в квартиру и сказать спящим ребятам, что ребята, я здесь застрял, как бы, и откройте, пожалуйста, дверь, так, я не могу выбежать на улице, потому что я в одних тапочках и в кальцонах, которые там, ну, то есть вообще не греют фактически, да, и вот я в этом предбаннике, и когда приедет эта машина, она тоже как бы неизвестна, то есть она не то, что она приехала и стоит, и вот этот момент я начинаю реально замерзать, у меня, как бы, понимаете, во-первых, паника страшная, потому что, что делать, вот, орать, тоже тебя кто-то там услышит, блин, вот, и начинаю замерзать, начинаю замерзать, как бы съеживаюсь, вот так вот, да, какие-то мысли вспоминаются сразу, что, типа, знаете, когда вы попали в ледяную воду, вам нужно не брыхтаться и там, бултыхаться, чтобы не тратить энергию, да, а тратить энергию на обогрев тела, поэтому вы берете, съеживаетесь вот так вот, да, то есть колени поджимаете к груди, вот, и вот таким вот образом пытаетесь сохранить, короче говоря, тепло без лишних движений, чтобы движения было как можно меньше, тогда вы сможете сохранить тепло в теле как можно дольше, вот, то есть идея не в том, чтобы начать разогреваться, там, прыгать и скакать вообще, вот, как бы я сначала попробовал, меня начало обдувать ветерком, и еще страшнее стало, ну, как бы еще хуже мне было, вот, и тут слышу, значит, звук приезжающей машины, я открываю дверь и пули прямо через эту улицу бегу к ней, это вот, вы знаете, ну, не знаю, с чем это можно сравнить, какое-то чувство, ты просто несешься в каком-то, ну, вообще, как в открытом космосе, елки-палки, вот, открываю дверь, там этот Айон сидит, с выпущенными глазами, ты что, типа, я запрыгиваю в машину, хорошо, что там тепло, вот, я говорю, айон, елки-псаж, дверь захлопнулась, там, давай, звони ребятам, пускай открывают, вот, а он как раз мне привез, там, какие-то ватники, ну, то есть, я попросил потеплее одежду, потому что, если мы там будем ходить бродить, то я в своих этих кальсонах, как бы, не выдержу, привез, как раз мне какие-то ватники, вот, я их одел ватники, там, телогрейку здоровенную, вот, в этой машине, и вот вышли, но это то, что касается, вот, типа, человека, да, человек, который попал в такие вот условия, допустим, да, вот, ну, а дальше, типа, что с камерой так делать, и вот он меня познакомил с одним, там, парнем с телевидением, вот, который на телевидении работает, вот, и у него оказалась почти такая же камера, там, Сонька, вот, и он используется специальную шубку для камеры, то есть, специально для таких условий продаются специальные такие шубки, ну, то есть, типа, чехол защитный, да, и он, как пуховик, он такой толстенький, в нем также существуют кармашки, в эти кармашки вставляются солевые обгреватели, это такие, как правило, пластиковые такие штуки, которые вот так вот их ломаешь, допустим, да, и они начинают выделять немного тепла, вот, и их тоже вставляешь в эти кармашки, вот, и камера имеет два рукава, в которые ты засовываешь руки для того, чтобы у тебя возможность была камерой, как бы, управлять, и, как он объяснил, что, если, например, у тебя рука начинает замерзать уже, ну, руки начинают замерзать в этом пуховичке, да, ну, то, значит, соответственно, камера тоже замерзает, то есть, нужно это вот учитывать, и вот так вот я снял это открытие, но, как отступление, скажем, мы потом поехали еще снимать оленей, ну, то есть, мне нужно было снять еще национальный колорит какой-то, Якутии, да, то есть, чтобы это не просто были, как бы, обычные дома, там, не знаю, люди и все такое, нужно было снять обязательно национальный какой-то колорит, то есть, что это Якутия, что это там снега, то есть, какие-то там шкуры, ну, предпочтительно какие-нибудь олени, там, еще чего-то, ну, чтобы это было, вот, как север настоящий, да, для сюжета, для того, чтобы показать, где это происходило, вот, и меня повезли там в одно местечко, вот, я не помню, как оно называется, но оно как раз-таки создано, как раз вот для этого, чтобы там люди могли это все увидеть, там у них есть и собаки, и олени, даже кони, кони такие вообще полностью, знаете, как вот это, ну, такие у них шерсть, у этих коней там другая, то есть, они такие, копыта у них зашерщены, ну, то есть, покрыты волосами, то есть, очень много всего такого, вот, и в этом, значит, вместе мы одели, так называемые кухлянки, кухлянки, это просто якутская, вот эта вот национальная одежда, она сделана из настоящего, значит, этого меха, северного оленя, и, как оказалось, мех северного оленя является самым теплым мехом, я выяснил почему, оказывается, там, он состоит, это не просто волос, да, это микротрубочки, то есть, это трубочки, волосы имеют полую, так сказать, вот эту, ну, то есть, они внутри полый и получается, как трубочка, и каждый волос, вот эта трубочка, она нагревается, грубо говоря, она сохраняет тепло, вот, и вы представляете, реально, я одел, вот, буквально, у меня была, значит, футболка, ну, и свитер такой, значит, вязанный, да, я на него одел эту кухлянку, вот, потом штаны тоже их не одел, тоже из этих, вот, значит, этого меха, и одел вот эти вот унты, и унты, самое примечательное, они без, так сказать, подушвы, что это значит, они полностью из меха сделаны, то есть, сторона подушвы, она тоже сделана из меха, и мех вот наружу, то есть, вот, ты прямо ходишь по меху, то есть, мехом прямо по этому, по земле мехом ходишь, вот, и я думал, ну, замерзну же в чертовой матери, ну, что такое, ну, там же все должно поддувать, ну, поддувает или не поддувает все, еще раз повторюсь, минус 50, 50, по-моему, 3, минус 54 градуса, вот так вот на улице, я реально начинаю потеть, вот, в этой одежде, я реально вспотел, то есть, теперь мне становится понятно, что вот эти якуты, как они там не мерзнут, они реально потеют даже, вот эти, вот, когда особенно работают, там, в этих одеждах, ну, вот, такой получился большой рассказик, но, я думаю, он был для вас интересным, поэтому, до новых встреч!